Подъём! Восемь часов сорок минут, четверг, двадцать пятое октября. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это Русская служба новостей. Анастасия Ножко, ведущая этой программы, здравствуйте, Настя. Доброе утро, доброе утро. Новая Рязанка в Москву через Люберцы пока едет, ура, говорит, семь четвёртый. Серёга Сердюковских баб берут за жопу, говорит, говорит, 802-й. И-ха, потом он восклицает, и-ха, как кричат у нас под, где, где, под Денвером, я бы сказал, у нас под Денвером. Так, да, людей считают за жлобов, всё отберут в Новой Москве. А, имеется в виду, земля, да, говорит Юрий Токарь. Да-да, землю отберут, отберут, конечно, а как же вы хотели, чтобы что? Чтобы вы сидели посереть в огороде какого-нибудь, посереть в Красной Площади, там, Новая Красная Площадь будет построена, и такой какой-нибудь, там сидит огурчики вращает, огурчики вращает. Нет, должен испытать несчастье, несчастье ради счастья нации. А стритница слюбится, потом перейти на новое место. Собянин пусть и тратит деньги на новую развязку Можайки с МКАДом, говорит из Сергея Занинцова. Не хватит. Энтузиастов сегодня хуже, чем обычно. Стоим даже после Будённого. Слушайте, энтузиастов сегодня, да не хуже. Самый жесткач у вас на энтузиастов, напротив Лефортова, ДТП. И ещё один ДТП после проспекта Будённого, вот за Соколиной горой направо. На самом деле их три, три ДТП. И там даже скачок есть один, но он не такой длинный, как и всюду. Совсем кошмарный кошмар, смотрите, где. Значит, у нас Рязанка стоит перед ДТП, вот улица Михайлова здесь справа вижу, до железной дороги. Потом после железной дороги это всё продолжается. И кошмарики тянутся до, ну не до Калитников, а прежде. Калитников уже начинают что-то ехать, ковыряться там потихонечку. Потом, смотрите, опять стоит напротив Ясенева профсоюзка и в город и из города. И туда, и туда, и туда. Я думаю, потому что там светофор со стрелочкой. Напротив камня, который привёз папа Миша Топтыкова. Знаете, там камень стоит, вот поворот на Ясенево. Камень не виден, да. Большой камень, да, 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 его привёз папа Миша Топтыкова, моего хорошего товарища. С севера откуда-то, где было оледенение, оттуда с севера привезли камень и поставили поворот на Ясенево. Понимаешь? А? Чё, плохо, что ли? Для красоты? Для абсолютной бонзай, да. Абсолютной фэн-шуй бонзай. Да, значит, Дмитровка тоже очень жёсткая. Я говорю, места самые ужасные в Москве. Начало проспекта Мира, сразу после МКАДа, абсолютно ужасное. Дмитровка ужасная уже перед третьим транспортным. Но начинается кошмар-кошмар от мостов через железную дорогу. Всё, потом останавливается, дальше не едет. Потом ещё абсолютный кошмар на Кутузе перед Минской улицей. Абсолютный стояк. И ещё стояк-стояк у нас... Да ничего так. Да ничего так, всё остальное. Грех, жаловь, товарищи. Просто красный город. Город стал красным. А ещё стояк на Пресне. Вот перед метро, вот где, 905-го года. Начиная от Третьего кольца до зоопарка, стояк полный тоже на Пресне. Всё остальное красненькое, но шевелится. Да, и ещё, и ещё. Вас развеселит сегодня утром, а, кажется, начались обыски в Министерстве обороны. Дай-ка мне эту вкусняшку. Так. Ну-ка, что такое? Где такое? Чудовник именобороны РФ подозревается в продаже ликвидной недвижимости в Москве. Паскудины. Паскудины. Помните гостиницу Союз, которую взорвали, ещё не предупредив... На Ленинском не предупредив... Это же генералы? Там женщины есть. Генеральские самочки? Да. Нет, там вот, например, руководитель департамента имущественных отношений, бухгалтера. Ильена Васильева, например. Вам что-то говорит это имя? О, нет, ничего не говоришь, нет. Вот помните гостиницу Союз? Мечтательно думаю о ней, но я не знаю, кто это. Так, чиновники Министерства Следственного комитета Маркин. Маркин! Маркин! Чудовище! Ругается Маркин. Он же терзает печень Развожжаева, мы знаем. И теперь уже... И теперь ещё девок... Маркин терзает печень всем. Абсолютно чудовище. Абсолютно чудовище. А Сердюков сейчас вот в это морозное утро уже на месте решает вопросы. Вы знаете, да? Ну, он уже прибыл. Сердюков прибыл. Да, прибыл. Но без спецназа ГРУ? Я не знаю. Без спецназа. Значит, смотрите. Мы понимаем. Горный проектный, государственный проектный институт, комплекс зданий в центре Москвы, продан по цене примерно на 10 миллионов долларов ниже рыночной стоимости. 10 миллионов долларов. Расплескали, пока несли. Три здания. Ещё три здания. Проданы примерно на 7 миллионов долларов. То есть всего 17. Уже запоминайте. Всего на 17 миллионов типа слямзеля. А известная гостиница «Союз» и земельный участок под ней продан дешевле на 20 миллионов примерно долларов. Да? Значит, 37 миллионов долларов сделано на продаже. Сделано на продаже честными людьми. 37 миллионов долларов. Куда им столько денег? А, ну их же много. Конечно. Их же много. Вот так, если бы я сам брал 37, я бы не брал столько. Слышишь? Ну сколько бы тебе хватило вот украсть, скажи мне? Если бы ты работала в Министерстве обороны. Нет, если бы ты работала в Министерстве обороны. Сколько бы тебе лично хватило вот потырить. Квартиру на 2 миллиона долларов ты найдешь в Москве купить? Найдешь. Да. За 60 лямов купишь квартиру? За 60 лямов. Как раз 60, может быть, и купить. За 60 лямов купишь квартиру. Тебе 2 миллиона нужно свиснуть, так? На ремонт еще. На ремонт и обстановку. Конечно. Ну давай. Ну давай. За хотя бы миллион долларов. Дача за миллион? Ну хотя бы. Ну вот это вот финские... Ты что, поберушка какая-то при Казанском вокзале? Ты что, поберушка? Нет, я просто человек новой формации. Дача за три. Дача за три, да. Это скромно. За три это скромно. За пять это прилично. А за три это как у европейцев. Ну за три это скромно. Да, на велике, чтобы ездить вперед. Получается 2 плюс 3. Павловской Слободе какой-нибудь. 2 плюс 3 плюс 1 на ремонт. Ты один на ремонт взяла, да? Да, один. А что мало? Значит 3,36. Нет, нормально, нормально, нормально. Тачку ты купишь, ну я думаю, тебе надо поскромнее, ты же журналистка. Ну мне еще. Если ты журналистка, тебе надо тачку за 3,5 миллиона рублей. Мне две нужные машины. Одна семейная, одна представительская. Что-то перемещает. Нет, муж пусть так ездит. Самый ездит как-нибудь несчастно. Автобус и седан. Купи ему Мондео. Купи ему Мондео. Он сам себе купит, потому что ему надо. А, правильно, правильно. Хорошо, себе купи. Что-то изысканное и закамуфлированное. Типа как Туарег 4,2 дизель за 3,400 где-нибудь. Вот так, за 3,400. И тебе нужна соточка. Ну ты в 6 миллионов обойдешься. А зачем они украли 37, объясни мне? Они украли 37 миллионов. Я одна в 6 миллионов. А, тебе одной нужно 6. Одна я в 6 миллионов. Можно сделать счастливыми 6 человек. Да. Можно решительно сделать счастливыми. Но я тебе другое хочу сказать. Они уже обеспеченные люди. Зачем же они тырят еще? Нет такой суммы, которую нельзя было бы прибавить 100 долларов, как сказал один наш слушатель по телефону в вечернем канале. Так, сейчас, значит, это вас сильно развеселит. Сейчас, сейчас проводятся обыски. Шмон и коварный Маркин. Маркин, знаете, Маркин? Он распластав крылья. Распластав крылья. С голой кожистой шеей. Вращая голой кожистой шеей. С белой опушкой. Он такой, как стервятник, летает над тушей Сердюкова. И никому не боится. Маркин. Да. Маркин? Маркин. Маркин. Он, распластав крылья, летает над тушей Сердюкова и собирается его заклевать. Это ужасно. Вместе с Развожжаевым. Какой кошмар. Вы думаете, что это, разве Сердюкову что-то угрожает? Сердюкова? Да. Вы думаете, Сердюкову что-нибудь угрожает? 7-8-8-8-10-7-0. 7-8-8-10-7-0. Сердюкову что-нибудь угрожает? Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Сердюкову что-нибудь угрожает? Да, я думаю, ничего не угрожает. У вас сумма... Что она говорит? У вас сумма. Сумма. 7-8-8-10-7-0. Алло, здравствуйте. Да, слушаю. Сердюкову что-нибудь угрожает или нет? Ну, конечно. Если бы не угрожал, он бы сейчас уже утром не парился. Так в том-то и дело. Он уже туда поскакал. В том-то и дело. Сергей, мне интересно, вы знаете, а после этих новостей он подаст вас там? Нет. Нет. Министр Японии. Министр Японии из-за фотографий 30-летней давности. Не-не-не-не, ни в коем случае. Ни в коем случае. Его, наоборот, воля его будет проявлена в том, чтобы игнорировать. Игнорировать. Настена, сгоняй к ребятам. Попроси меня. Телефон Маркина, телефон Маркина. Слышишь, у меня в старой Нокии остался. Слушайте, знаете что? Я ищу телефон Маркина, потому что он у меня в старой Нокии остался. А я теперь перешел в Самсунг. Вы ему позвоните сегодня. Конечно, 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 мы ему звонили. Я ему сейчас позвоню, но он у меня остался в Нокии. А я переехал в Самсунг из всяких ваших хаплов. Ну вот. И так далее. Ну-ка, давайте к меня Маркина. Мы сейчас позвоним ему, тупо не предупреждая. Как он распростирая крылья. Налетает. Маркин, Владимир Иванович. А? Вот, на мобильный только прошу. В это утро он не сидит у себя в приемной, интересно, и сам себе чай подает. Не может быть, чтобы Маркин сидел у себя в приемной и накрывал сам себе чаек. Это только я делаю в 6.30 утра. Ну... Да? Сейчас. Мы с ним всегда забыли. Мы с ним всегда начинаем на вы разговаривать. И так продолжается секунд десять. После чего мы переходим на ты. Вот и... А на ты имя отчество? Тихо, 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 молчи сейчас. Сейчас он не возьмет трубку, я знаю. Но сейчас не возьмет трубку. Маркин. Кошмар. Это мы знаем Маркину. Следственный комитет. Который деликатно говорит со мной на вы первые десять секунд, потом переходит на ты и становится очень товарищеским. Я знаю. Ну, он для... Для него этот звонок выглядит как неизвестный городской номер. Поэтому он... Ну и что он брал когда-то трубку? Он же брал тогда. Помнишь, мы его поймали на этом деле? Сейчас зазнался. Зазнался, да? Не берет. Говорит, я теперь, говорит, пытаю развожжа его, говорит, лично утюгом. Да. И паяльником. У меня скачет. Сердюков, да. Да, 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 да. Не берет. Все, Маркин не берет трубку. Да и черт с ним. Все, поехали дальше. Нет. Да, 8.51 уже реклама. Подъем. Русская служба новостей. В движении. Самый кошмарный кошмар сегодня. Значит, смотрите, Люблинско-Волгоградский, Рязанка, Рязанка до Хохловки, вот за Ашаном еще стоит, потом начинает двигаться. Значит, еще стоит Варшавка при слиянии с Каширкой ДТП-ДТП. Каширка при этом почему-то вот она не такая ужасная. Я не знаю, может, ее держит Андропова еще, не знаю. А, да, на Пролетарском проспекте, жесть полная при подходе к Каширке, и все улицы прилегающие, товарищи дорогие, например, улица Москворечья, улица Первый Котляковский, ну и так далее, так далее. Все стоит в смерти абсолютно, вот так. Теперь, Запад чуточку вздохнул, и стоит только на профсоюзке, это Юго-Запад, и у нас еще стоит, ну там Одинцово стоит, ну и может не привыкать. Все, все остальное более-менее чешет. 788-107-0, 788-107-0, в движении, где едете, что видите, алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте, я хотел немножко... 788-107-0, в движении, 788-107-0, где едете, что видите, пробки засады аварии, здравствуйте. Здравствуйте, блоклавочка в сторону Варшавки вообще стоит, номер 2. Блоклавка стоит, да, спасибо. 788-107-0, 788-107-0, где едете, что видите, 788-107-0, алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. МКАД от Дмитровки до Волоколамки 10 километров в час. Говорят, на Каширке перевертыш. Спасибо. МКАД от Дмитровки до Волоколамки 10 километров в час. И все-таки это скорость. Это скорость ниже велосипеда, но выше, чем если бы это был пешеход. Ты знаешь, какой... Настя, Настя, какой скорость у тебя пешеход, скажи мне? 5-6 километров в час. Значит, 4 идет он по булю... Откуда ты знаешь? А я просто ходила в детстве за хлебом в соседнюю деревню, как раз 5 километров. Да? Да. Проводила исследование. Слушай, значит, 4 километра в час пешеход идет по бульварам, а 6 километров в час, это напористо. Это уже как-то вот суворовский марш такой. Да, да, да. 6, это уже упираясь. Собозаточено, да. Упираясь, да. Слышишь, а велосипед? Ну, велосипед, соответственно, побыстрее, наверное. Ну, сколько всего, наверное? 3-2, наверное, в час можно проехать. Так не напрягаюсь, наверное. Слушай. Пешеход 6, а велосипед 3-2. То есть в 2 раза медленнее, чем пешеход. Быстрее. Быстрее, то есть 12. Извините, Сергей. Пожалуйста, нет проблем. Нет проблем. Для вас все, что хочешь. Слушай, еще раз. Значит, пешеход делает 5-6 километров в час, ты считаешь, упираясь рогом хорошенечко. Велосипед, я тебе скажу, 20-30. 20-30. 20-30, да. 20-30. Не в 3, нет, не в 3, в 5-6. В 5-6, ну, наверное. Понятно, да? 20-30. Ну, и что-то, да. Да. И все, пересаживаемся на велосипеды. А люди едут 10 в машине. А вы среди скорости на своей машине посмотрите в компьютере. Ну, 10. Он читает твиттер за 10. Когда 10 километров в час. Знаешь, как меня раздражает иногда, что вдруг поехали? В смысле? Меня вдруг в пробке раздражает, что вдруг поехали. А, надо выключать, отпадывать с выходчиками. Нет, да, слышишь? Я, значит, читаю, я читаю тви. Читаю тви, да? Я что-то пишу. Угу, да. Я, значит, читаю Google Talk, как это не парадоксально. Я тоже пишу что-то в Google Talk. Да. Я абсолютно хэппи. И вдруг поехали. И у меня сзади такая, бам-бам, типа, придурок. Да, да. Ты смотришь, а перед ним такая. Я такой смотрю, впереди меня коридор. Я говорю, мама. Я такой, хью, 80 километров в час. Скорее доехать до пробки. Скорее доехать до пробки. Единственная моя задача. Скорее снова в пробку. Почему? В пробке. Я как тупое животное. Я иду так, типа, в полглаза, чтобы не воткнуться в жопу кому-то впереди. Понятно, да? Да. Как тупое животное. И я кайфую. Я что-то смотрю на YouTube. Понимаешь? Я веду переписку, социально, я гражданин России, понимаешь? А когда наоборот, можно ехать, я двумя руками берусь за руль и превращаюсь в кого? Ну, вот совершенно, да, не ничтожится без компьютера. Абсолютно ничтожится, какого-то финогонщика, гонщика-фина, понимаешь? Хакканина какого-то я представляю, понимаешь? Да. Кошмар, мать! 8.57, спорт. Серёжа-пастушок, поехали! Рай, мой друг, Серёжа! Себе время на райожок! Подъём! Девять часов, четыре минуты, четверг, двадцать пятое октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это Русская служба новостей! Анастасия Анушко, ведущая программы. Здравствуйте, Настя! Таможня берёт добро с праздником, говорит Филиппок. Вырвался через Шульгину за 30 минут, говорит Сергей Зинецова. Сергей, никому об этом не говорите, об этом должны знать только мы двое. Куда весёлый денёчек, что слышно о министре смерти и обороны? Министра обороны нет, ну как что с ней слышно? Он там на допросе, его пытает Маркин, Владимир Маркин из СКР. Пожалуйста, он теперь наравне с Развожжаевым. Но пока ещё всё-таки нет. Не наравне, нет. Он сам вызвался, приехал на место обыска. Сергея Зинецова сам приехал на место обыска, где обыскивается. Мы посчитали, мы посчитали, что всего 37 миллионов долларов на сделках последних. Минобороны, куда это такое могло опритырить? 37 миллионов долларов. Что могло бы сделать счастливыми 6 добродетельных женщин, подобных Аножке. Аножке для счастья нужно 6 миллионов долларов. Теперь стало выяснено. Выяснилось, а? Стало ясно? Ну что, нет? 6 миллионов? Не отрекайся. Не отрекайся, Мань, по крайней мере. Слушай, ты мне вчера или позавчера говорила, если мне дадут 10 миллионов долларов, я сойду с ума и не буду знать, что с ними делать. Нет, я не это говорила. Теперь ты знаешь. Я сказала, что мне не нужны такие деньги. Тебе не нужны такие деньги. Потому что я живу без них. Тебе нужно 6 миллионов. Тебе не нужны 10. Скажи гордо. Скажи гордо. Но ты можешь купить на озере Гарда или на озере Комо еще на оставшиеся 4 миллиона. Я была бы полной идиоткой, если бы я так сделала получить 6 миллионов. Потому что их надо пускать в бизнес, чтобы они давали деньги, а не покупать на них квартиры. Не правда, не правда. Ты русская. Ты русская или еврейка, возьми? Ты еврейка, что ли? Нет. Нет. А почему ты говоришь разумные вещи? 100% русская. Я бы никогда не купила. Так русская, да, абсолютно обязана мгновенно истратить все деньги. Мгновенно истратить все деньги. Нет. Последние, последние деньги ты должна истратить. Шмошки от Гучи. Нет. У тебя останется 3 миллиона долларов на сумке Беркин. Беркин, да. Биркин. Биркин. Розовый. Белкин. Белкин. Я закупила, да, свою айпеду. Нет, конечно. У тебя осталось бы, жалкие пара миллионов, на маленькую квартирку с видом на озеро Комо. Нет? Нет? И на пару билетов туда. И на пару билетов туда. Слушай, Казань. Казань как будто была... Я вчера, конечно, я вчера торчал от новостей. То есть в Казани бои. В Казани идут бои. Это столица университета. Вы называете это боем? То есть в Казани идут бои. Ну, конечно. В Дагестане каждый день милое дело. Мы не паримся. Мы абсолютно даже не реагируем на такие новости. Вы скажите, какие бои идут? В Казани идут бои. Взрывается дом. Взрывается поиск шахида. Спецслужбы несут потери. Боевые столкновения. А я думала, вы про забитого очередного человека. Ну, а с чем вы говорите? Нет, нет, нет. Ну, а с чем вы говорите? Вы имеете в виду этот опорный пункт Юдина, что ли? Да, нет, нет. В Казани это нормально. Для Казани нормально замучить человека в ментовке. Нормально. И это как раз не вызывает никакого интереса. Но ты знаешь, что там ведутся бои с боевиками. Ку-ку. Давай кого-нибудь из Казани. Товарищи, нам нужен человек из Казани. 7-8-8-10-7-0. Если вы из Казани, объясните, пожалуйста, с какого черта вы там устроили бои у себя? Вы что, мы подзапустили вас? Так, может быть, генерала Казанцева вызывать уже? Генерал Казанцев где? Он делил сосисочный завод с какой-то бабой. Он уже поделил сосисочный завод? Он может двинуть, может быть, армию на Казань? Ну, вполне. Я давно не слышала эту фамилию. Да. Так, тут нам подавляет... 7-8-8-10-7-0. 7-8-8-10-7-0. Про деньги продолжает про оборонсервис. Люди с оборонсервиса будут отвечать за то, что утаили от Сердюкова украденные 3 миллиарда рублей. Сволочи не помнят о том, что жадность идет к бедности. А, то есть они спрятали от Сердюкова? От Сердюкова. Он приехал проверить лично. Может быть, Сердюков и натравил СКР, чтобы они проверили лично, кто попрятал от Сердюкова деньги. Казанцы. Люди из Казани. Пожалуйста, позвоните нам. Казанцы. У вас идут бои. Объясните, пожалуйста, нормальным людям, что это значит. У нас сдвиг по фазе. Мы не понимаем. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Вы из Казани? Да, нет, я не из Казани. Ну, как это милость, ваша страна. 7-8-8-10-7-0. Вы из Казани, товарищи, здравствуйте. Здравствуйте. Вы из Казани? Сергей Гопова из Казани. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, мы вчера читаем новости. Идет бой. Идет боестолкновение. Взрываются пояса, взрываются квартиры. Что за притча? Что это Казань стала таким бойким местом? Естественно. Потому что процесс деградации, связанный с уничтожением Советского Союза ООН, продолжается. И продолжается, прежде всего, на перифериях. Сначала был Северный Кавказ, теперь добрался до Казани. А дальше оно пойдет и к вам, в Москву. На Москве время от времени заходит. Заходит, потом уходит, заходит, уходит. Заходит, заходит, а потом окончательно потелится. Но подождите, даже когда у нас в Москве были всякие несчастья, кошмарные несчастья, у вас в Казани всегда было благолепно. Это было видимое благолепие. Вы же знаете о существовании казанского феномена, который именно в Казани появился. Давайте какой? Поэтому Казань всегда рождает всякие новые чудовищные явления. А что за феномен, который вы описали? Казанский феномен, это оргпреступность еще в конце советского периода существовала. Комсомольская правда об этом постоянно пишет. А что вы говорите? Ну, комсомольская правда, без всякой комсомольской правды мы об этом знаем. Но и тут вы не первые. Преступность, безусловно, в преступности Ростов-папа и Петербург-папа были... Ну, это если будете возвращаться еще в царские времена, то тогда может быть. Но что касается новейшего времени и нового времени, то Казань, безусловно, держит приоритет. При расцвете... Нет, спасибо вам огромное. Я здесь вынужден не согласиться с комсомольской правдой. Одесса-мама. Одесса-мама, это... Это про Ростов-папа. Это уже не то. Ростов абсолютно преступный город, как мне представляется. И, конечно, Петербург. Петербург это цвет криминалитета, это, так сказать, криминальный инстинкт, я бы сказал. Почему вы это взяли, Сергей? Криминальный инстинкт. Я вот понять не могу, откуда, откуда вы взялись. Слушайте, город населенный мафиози. Это ваш Петербург. Что, нет? Нет. Нет, это Москва, разумеется, на первом месте. И центр мира российского, русскоязычного. А никакой не Петербург. Ну, ладно. Значит, смотрите, с Казанью нам непонятно. Там идут бои, и нам кажется... А убитые бояки какие-то. Ну, конечно. А не самоподрыв, там что-то кошмарное. И это столица универсиады, напоминаю. И это столица... Казань столица, как бы сказать, благого примера. Казань столица благого, хорошего примера. Это хороший пример во всем. Казань, хороший пример во всем. Ну, скажи мне, в чем Казань плохой пример? Я не знаю. Казань во всем хороший пример. Хорошие дороги, хороший Рахат-Лукум, или что там у них еще. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вы из Казани? Да, из Казани. Скажите, пожалуйста, идут бои. Объясните это людям. Мы вчера, когда стали читать эти новости, до известной степени были потрясены. Ну да, и шли, да, отопляли район, и маленько подстреливали. Было дело. Ну, ну что же. Нет, а вы что, вы стали бойким местом? Вы тебя что, у вас много ли у вас там салафитов? Не побоюсь этого слова. Ну, дело в том, что очень много людей из деревень понаехало в Казань жить. Вот они здесь воду и мучат. Вот все. А, то есть жлобы. Тебе может лобов всплывать. Да. Местным-то на это наплевать, в общем-то, на все эти салафитства. А вот деревенские колхозники, они мучат, да. То есть, приезжая в Казань, первым долгом они начинают принимать салафитское учение, вот это вот, ваххабизм. Ну, это, не могу я, конечно, сказать, что они там принимают, но... Как эти ушлепки в ватниках? Влияние деревни заметно очень сильно. Влияние деревни и салафизма. Спасибо, это значит, что читается. Что? Коммерсант, рядовав дорогу, требовал плату за провоз угля на ТЭЦ Устилимска. Если бы не прокуратура, жители города могли бы остаться без горячей воды. Эту новость приносит нам теперь Интерфакс. 9 часов 12 минут. Слушай, значит, с Казанью давай разберемся и поставим точку. Давай поставим точку. В Казань приезжает много плохих выродков, жлобов, в ватниках, которые еще на вокзале немедленно принимают салафизм. Ну, они, возможно, принимают его и раньше, но попав в крупный город, осознают всю мерзость, происходящую вокруг, и начинают бороться. Да. Пытаясь превратить все в равнивое вокруг. То есть их шокирует, их шокирует всей Париж современности, этот Париж... Я так думаю, что... Париж современности, этот Рим современности. Он манит, а потом он... Этот град в злате, это вавилонская блудница современности. Она их шокирует, деревенских татар, деревенских татар. Они делаются салафитами и мгновенно начинают бороться за какую-то свою потайную салафитскую правду. Конечно. Ладно, надо глубже, конечно, исследовать то, что происходит в Казани, где вчера шли бои. 9 часов 13 минут, мы меняем тему. Подъем с Сергеем Даренко. На русской службе новостей. В деле Леонида Разважаева появилась Америка. Ты заметила это дело? Нет. Теперь смотри. Теперь смотри. Теперь смотри. Очень важно. Значит, вообще, в принципе, в принципе, Америка делает ставку на прежде неизведанные силы. Америка делает ставку на демократию радикалов, ваххабитов и по существу демократию аль-каиды в арабских странах. Да? То есть Америка поддерживает радикалов, аль-каидистов, салафитов и так далее в арабских странах. Себе в ущерб. Довольно странно. Правда же? Ну, они не знали, что так выйдет. Нет, знали. Знали. Почему ты американцев не наделяешь интеллектом? Ты думаешь, это растение? Нет. Американцы умны или нет? Ответ. Да или нет? Американцы умны или нет? Быстро. Хотя я не знаю. Вопрос. Американцы умны или нет? Да, говори быстро. Ну, наверное, в целом, да, надеюсь. Да. Американские элиты, принимающие решения, умны или нет? Не все, но в целом, да. Ну, Сергей, ну мне Джордж Буш один, знаете, мне его вид один, то есть говорит очень... Джорджая. Ну, да. Джорджа. Джорджая, сын мой. Сын мой, Джорджая. Джорджа, да. То есть, у тебя есть сомнения? У тебя есть сомнения? Да. Американские элиты, принимающие решения, да, давай согласимся, умные. Нет, не могу я сказать так. Какого хрена тогда они первая страна мира, объясни мне? Это случайность. Случайность? Сомнение. У тебя были случайности, что у тебя была первая ученица в классе какая-нибудь, отличница, и она при этом была дурой, да. Это, кстати, встречается повсеместно. Это встречается повсеместно. А потом они, главное, чего добиваются эти отличницы, непонятно. Отличницы? Да. Известно чего, они уже к 25 годам стоят на учете в шизофренической, это самое, в шизофренической клинике. Да, в коне, да. Да, в диспансере. Понятно, они все отправляются туда. Это я хочу сказать, что да. Слушай, не знаю, Америка поддерживает всех себе во вред, непонятно для чего. Но и тут она объявилась в Разрожаеве, активисте Левого фронта. Скорее мне, пожалуйста. Ну, конечно, потому что, смотрите-ка. Распишите меня. Да, я распишу. Они говорят, что немедленно... Сейчас скажи... Немедленно освободили. Коммерсант, я читаю по коммерсанту. Да. Власти Соединенных Штатов Америки официально выразили правительству Российской Федерации свою обеспокоенность и попросили расследовать вопрос, в частности, заявление о том, что оппозиционера пытали и выбивали из него показания на лидера Левого фронта Сергея Удальцова. Ну, это ожидаемая вполне вещь, да. Соединенные Штаты Америки, Соединенные Штаты Америки обычно, строго говоря, манипулируют ценностями с целью защиты своих. Они обычно, но... Но и идеалов, если бы они только защищали своих, если бы они... Но и идеалов. Что же идеалы? Как свободу... Между прочим, между прочим, Развожаева не били. Сам Развожаев говорит, что его не били. Его не пускали в туалет. Но его пытали. Довольно долго. Он говорит, пытали. Нет, он говорит, пытали его сообщениями о том, где учится его сын, и какую отметку он получил по природоведению. Вот в чем состояла пытка. Ну, это ненормально, так не должно быть, и у нас мы тоже согласны с тем, что это не должно быть. У нас написано, что признания данные под давлением не имеют ни малейшего значения, это пшик. Они говорили, Развожаеву, они ему говорили, Леня, его зовут Леня, они говорили, Леня, знаешь ли ты, какую отметку получил твой сын по последнему сочинению в школе? И он говорит, я прошу прекратить пытать меня. Знаешь ли ты, что у него по математике? И он говорил, я прошу прекратить пытки, я обращусь в ООН. Правда же? Возможно, да. Сергей, я бы не стала так иронизировать. Я иронизирую. Каждый из нас первый раз садился за руль. Было такое? И начинали езду самостоятельно без товарищей. Было такое? И вас первый раз останавливал сотрудник ГАИ. Было? Нет. Было у всех? Когда-то в первый раз вас остановят и видят вас. И говорят, так, документик вот. И вас начинает просто биться с сердца. Вы ничего, может быть, не нарушали. С чего это? Ну, может быть, ничего не происходило. Вот у меня было так, я очень нервничала. Они, видя это, я без 500 рублей, чтобы отдать. А это было 10 лет назад. Вообще, как бы с ними не прощалась, с этими ГАИшниками. Потому что им удавалось, из меня, мне, как бы, за быстро-быстро-быстро, очень тонкой работой, я еще чувство благодарности испытывала, потому что они меня отпустили. Вот так вот взяли деньги и отпустили. А могли бы сейчас посадить, сжечь где-нибудь в автомобиль, что-то сделать со мной. Ну вот. Это работа манипуляторов. Реально. Вот с которой я в личной, вот просто в обычной жизни столкнулась. Чтобы меня обобрать. Настя. У них были свои цели. Я тебя жду, но мне тебя не жалко. А сейчас они, конечно, не один ГАИшник. Настя, мне тебе не жалко, Настя. А я считаю, что это плотно, как себя вести. Настя, мне тебе не жалко. Не жалко ни разу. А сейчас меня никто не разведет. Я получил права в 20 лет. Права получил в 20 лет. Ни разу не дал ГАИшнику ни копейки. Платил всегда только за талон техосмотра. А тогда был такой многочисленный? Всегда все было. Всегда все было. Если рассказываешь, что ты... А я в 2004 году начала ездить. Ты потерпевшая вообще, по жизни потерпевшая. Слышишь? Ты кончай эту ерунду про себя говорить. Я не дал ни копейки ни разу. Я с 20 лет не дал ни копейки. Ни разу. В 20 лет когда вам было? В каком году? Мне было 20 лет, когда мне было 20 лет. Как у тебя разница? В 1380-м. В 1380-м. Тогда вы могали на дорогах. Я помню, Батын шел на... Что? Когда? Всегда вы могали. Соловей разбойник тогда вы могал. Всегда вы могали. Всегда вы могали. Я думаю, что в Союзе ГАИшники не занимаются. Да я их троллил так, Гайцев. Я так троллил Гайцев. Да, молодец. А я нет. Знаешь, что он мне говорил? Да. Он мне говорил, чернила на тебя тратить. Вот так вот. Просто. Я их так троллил. Я их так троллил, что у них уши на затылке срастались. Ты не представляешь, как я их троллил? Я бы дорого дала посмотреть, Сергей, на это. Жалко не было камер записать. Я тебе рассказывал про праздно живу? Нет. Ага. Меня на Горбуново остановил перец. Там был такой стакан гайский. Сейчас построили здание. Был стакан. Завел стакан на Горбунова. И говорит мне, ну давайте составлять протокол. Я повернул налево. Там не было какое-то время левого поворота. Запрещено было. Стрелки не было. И поворот был запрещен. Понятно? Ну, какое-то время назад. Советское, между прочим, время. Он мне говорит, давайте составлять протокол. Я говорю, да, где сведения какие-то он мне говорит? Где работаете? Я говорю, праздно живу. А он что? Он говорит, а работаете где? Вот я говорю, а работаете где? Я говорю, праздно живу. Он говорит, ну а вот когда вы едете на работу, это куда? Я говорю, сказал праздно живу. Он говорит, а мне что писать? Он мне говорит, я говорю, пиши, праздно живет. То есть ты не смог запомнить? Он не понял, что я говорю. Вообще не понял, что я говорю. Я понял, да. Вот, он говорит, а как это, он мне говорит, я говорю, смотрите, вон люди, видите, люди едут на работу, видите, люди едут, оба, вон, морда какая у него, видать, на работу едет, говорю, а посмотрите на меня, стою, рот до ушей, скотина, пишите, праздник живет. Это вы в 20 лет, ничего себе, какая улыбка. Я не расписывался, да, они водители грузовиков останавливали, я им угрожал, я говорил, подпишешься, приду к тебе ночью, подпишись, что я отказываюсь от подписи, говорю, подпишись, и адресок свой здесь запиши, пожалуйста. Я угрожал водителям, а по 40 минут не могли мне, не могли мне понятых набрать, по 40 минут, ясно? И я им говорил, я вас дрючу и кайфую, понятно? Я говорил, сколько ты за 40 минут упустил людей? Сколько я тебя дрючу здесь 40 минут, ясно? Еще подрючу, еще 40 минут, слышь, мне времени хватит. И они меня отпускали, они говорили, уезжай отсюда. Мне было 20 лет, 25 лет, я не понимаю, ты, ты что? Вы классные, а я нет, я так не могла. Стоп, стоп, давай вернемся сюда, к Развожаеву. Давайте. Его в туалет не пускали, и ему говорили, что у него, что у его сына по математике в школе, да? Сегодня его, завтра меняют. И что, и что дальше? Берите плакать и признаваться вообще во всем. Ну и признайся. Эй, народ, где там, гбуха, берите аножку, она во всем признается. В чем надо признаться? В любом, абсолютно во всем, да. Аножку берите, берите аножку. ФСБ, вы слышите нас? Берите аножку. Это уже не спортивно становится. Да, потому что... Это все равно, что ловить карпа в колхозном пруду. С очком. С очком, при том. С отвалившими сетями уже, с пайками. Эй, ты вернешься к Удальцову или нет? Я тебя не могу понять, женщина. У нас реклама должна быть. Нет. У нас должен быть Госдепартамент США, который защищает Удальцова и Разважаева. Ну, они... Это нормально или нет? Да, конечно, им сообщили, они говорят, зачем вы пытаетесь своих заключенных... Это ценностное... Внимание, Соединенные Штаты Америки в момент, когда они защищают Удальцова и Разважаева, защищают человеческие ценности. 916-55-81. Ценности, ну, там, правый человек. Они защищают своих. 916-55-82. Соединенные Штаты Америки, Госдепартамент выступил в защиту Разважаева и Удальцова. Значит... Значит... 916-55-81. Это была... Это была защита ценностей, универсальных человеческих ценностей. Понятно, да? Гуманистических, универсальных человеческих ценностей. Соединенные Штаты Америки, Госдепартамент в защите Разважаева и Удальцова, косвенно они упоминают Удальцова тоже, значит, и шел за общечеловеческими универсальными ценностями. 916-55-81. Нет, он защищал своих. 916-55-82. После рекламы скажу вам результат. Подъем. Упадете сейчас, когда скажу я вам голосование, упадете, реально упадете. Во-первых, я не поймал, черт, не поймал точные цифры. Было 51 на 49, сейчас 50,8 процента, 50,8 процента на 49,2. Что, значит, Настена? Да. Что Соединенные Штаты, защищая Удальцова-Разважаева, Госдепартамент выступил с заявлением, в котором косвенно упоминают Удальцова и прямо защищает Разважаева, борются за универсальные человеческие ценности, гуманистические ценности. 50,8 процента. Все же больше половины. Я думал больше. Все же больше половины. Внимание. Я, видишь, я признаю. Окей? Да. Ты видишь, что я не говняюсь? Я признаю. Да, спасибо. 49,2 процента, чуть меньше половины, 49,2 процента считают, что они защищают своих, попросту своих. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Александр Валерьевич. Да. А я думаю, что они, это второстепенные цели, защита, там, общих ценностей, защита. Да. А главное, нас троллить. Нас троллить, нас троллить, тренировать. 7,8, 8, 107, 0. Главное, они троллят нас, Россию, просто, по-любому. Это на самом деле... Алло, здравствуйте. День добрый, Алексей. Здравствуйте, Алексей. Я думаю, что это у них такой универсальный инструмент, когда надо, они защищают, когда не надо. Да, у них летающие тюрьмы, блантаном, там, несколько тысяч убитых мирных... Слушайте, а вот это неожиданная точка зрения, которую перед нами, слушатель, перед вами высказал. Он сказал, что они, им все равно плевать, что делать, лишь бы троллить Россию. Ну да, то есть, где надо, они включают этот инструмент. То есть, условно, смотрите, смотрите, ни ценности не важны, ни удальцов для них не важен, по большому счету. Важно просто шпынять нас, как-то и троллить, понятно, да? Да. Да? А, сошлись, все. 30 минут новости, погнали. Ну вот про фильтры от дурацких законопроектов можете еще посмотреть на сайте газеты «Наша версия». Там же приводятся слова Нищенко, нашего главного санитарного врача, который неожиданно выступает в защиту мобильных телефонов для именно детей, порекомендовав родителям первоклассников снабдить этими телефонами, собственно, своих чат. Говорит, никого такого вреда особенного этого не приносит, одну только, в общем-то, пользу. Ну, у нас в прессе еще сегодня вот каким-то странным образом иррациональным выплывает тема опять этих детей, которые в Финляндии и не в Финляндии, с которыми обращаются жестоко или нет. Я хотела обратить внимание заинтересованных в этой теме на газету «Известия». Там опубликована сегодня колонка, не знаю, как заметка Игоря Мальцева, писателей-журналисты. Таких друзей только в музее она называется. И следующий пишет Игорь Мальцев. Что-то я уже некоторое время не слышу ничего про русских матерей в Финляндии, которые подвергаются беспрецедентному давлению. То есть вдруг затихла огромная кампания в защиту затравленных. Ничего мы не слышим про Анастасию Завгороднию. То есть после информации о том, что ей в социальном центре разрешили жить вместе с детьми, уже как-то ничего и не говорится. Павел Астахов, который был, рванулся туда выяснять, что происходит с нашими, там, еще несколькими случаями забора детей у русских матерей, вдруг как-то сдулся и стал говорить журналистам, что вот в таком-то вопросе там не так-то все просто и так далее. Никто не рассказывает, что Анастасия Завгородния, у которой до этого скандала были, в общем, хорошие отношения с социопекой, что до этого она укрывалась от своего мужа, от побоев в специальном центре по защите женщины от домашнего насилия. Ну, а ее муж Финн Ихап Ахмед Заки Ахмед, собственно, до сих пор остается отстраненным. Ну, то есть, скорее всего, он действительно бил, по крайней мере, свою жену, возможно, даже на глазах у детей. И это, ну, в общем, тут как-то, в общем, у нас больше такая охлаждающая позиция, да, и чтобы наш пыл умерить, и чтобы мы посмотрели просто вокруг, сколько детей страдает в России, и как у нас работает, работает и не работает, точнее, система по защите детей, и сколько случаев жестокого обращения у нас здесь в России, про это вообще никто не говорит. Все следят за тем, что в Штатах происходит с приемными детьми, да в Финляндии. А при этом есть сегодня в Комсомольской правде статья называется «Девятилетний Роберт порвал свой финский паспорт за всех обиженных детей». Там такая детективная история. Он, ему 9, он рассказал товарищу про то, что его мама бьет, и, значит, там должен суд состояться. Мама, не дожидаясь решения суда, подхватила, значит, своего Роберта, приехала в Петербург и, значит, пришла к генеральному конкурсу, простите, к консульству в Финляндии с сыном. Тот должен был порвать свой паспорт под камеры, произнеся определенные слова. И, значит, сама вот эта Инга Рентола, которую сейчас будут судить в Финляндии, сказала, что Завгородния – это жертва бесчеловечных финских законов. Мальчик при этом чуть не плача, значит, там стоял с развернутым паспортом, есть фотография, она поворачивается к сыну и говорит «Ты готов? Все помнишь?» Роберт кивнул и развернул свой финский паспорт. На его лице был написан ужас. «Финляндия нарушила мои права, права моих родителей», – проговорил он. «Я сделал выбор, отказываюсь от финского гражданства». Мальчик принялся по одной выдирать из документа страницы. За маму, за папу, за меня, за всех детей. И обрывки паспорта полетели на тротуар. Мама гордо смотрела на сына, тот едва не плакал, но сдерживался. «У тебя много друзей в Турку?» – спрашивали его. «Много», – кивает Роберт, – «а увидеться с ними не хочешь?» И тут мальчишка не выдержала, заревела, ткнувшись в мамино пальто. Но Инга что-то тихо сказала, и Роберт выпрямился. «Нет, Финляндия меня обидела и не давала видеться с мамой и папой. И снова из глаз его потекли слезы». «Так почему же ты плачешь?» – за ребенка бодро ответила мать. «Потому что ему больно вспоминать о том, как с ним поступили в Финляндии». Ну, еще он сказал, что Россия – большая, красивая страна, а в Финляндии – как в львиной клетке. Вот это вот и есть пример, так сказать, хорошего обращения с детьми. И вы посмотрите на фотографию, на эту маму, на этого маленького Роберта 9-летнего, который его использует в качестве декорации. Ну, в общем, не знаю, каждый сам себе пускай решает. С границы в казну российская газета публикует материал, называется подзаголовок следующим образом. «Конфискованные товары продадут быстрее». Там ликвидируют одно звено посредническое, и теперь в Росимущество будет напрямую с таможенной поступать вещи. И еще в Швеции не осталось мусора, его начинают завозить. Импорт за Пашком сегодня в статье, а в российской газете «Швеция покупает мусор». 9.38 – это был обзор прессы с Анастасией Анушко. Подъем. Сергеем Даренко. Найросен. Настя, ты уже в курсе, да, что Сердюков не приехал на место? Не прибыл, а что же он? Он был там в квартире. В смысле, в какой квартире? Вот, мама, это же меняет дело. Да, в какой квартире он был. Подождите, разве в квартире? Вот все обороны. Сейчас, сейчас, сейчас. Елена Васильева фото я смотрю, значит. Елена Алексеевна, сейчас посмотрим, сколько ей лет. Она, значит, в прошлом... А, это другая. Таких много, Елена Васильева. Когда у нас Педро в Бразилии, надо как-то более конкретно искать. Педро в Бразилии, Педро в Бразилии. Ребят, кто разбирается в ситуации в Педро в Бразилии? Ребят, кто разбирается в ситуации в Минобороны? Дело в том, что только что Live News выложил, что когда к Елене Васильевой приехала следственная бригада, к Елене Васильевой, не которая, я думаю, Елена Васильева Алексеевна, рожденная в 80-м году, а которая, наверное, какая-то другая. А очень даже подходит, почему вам, мне кажется... Да нет, подожди, Росперсон, сейчас мы Лена Васильева. Надо найти, короче говоря, нам... Давайте я вам зачитаю сейчас вот оригинальное 8.11, что нам агентство дает, чтобы вы понимали. Смотрите. Смотрите, когда входит следственная бригада в квартиру Елены Васильевой, дверь открывает изнутри министр Сердюков. Изнутри дверь открывает министр Сердюков. То есть он выходит из квартиры Елены Васильевой навстречу. Типа, ну и что дальше, пацаны? Понятно, да? Елена Васильева есть, которая из Космополитен. Но это же не она же, это же другая же. Подождите. Что? Нет. Каспаров.ру вот какой-то... Другая. На Каспаров.ру какая-то есть Елена Васильева. Есть бывший начальник департамента имущественных отношений военного ведомства Елена Васильева. Есть у Каспарова какая-то Елена Васильева. К ней. То есть кто разбирается хорошо в ситуации в Министерстве обороны? Есть какая-то Елена Васильева, как собак нерезанных, в хорошем смысле. Секундочку. Значит, Елена Васильева. Вот у нее была какая-нибудь фамилия другая какая-нибудь. Белосельская-Белозерская. Елена Васильева. Аврора Римская. Аврора Римская какая-то. Сколько можно было? Визажист есть Елена Васильева. Кто разбирается в делах Минобороны? Кто это Елена Васильева, от которой из квартиры, навстречу следователям, с утреца, по-моему, в полвосьмого утра, выходит министр Сердюков. Здравствуйте. Доброе утро, Сергей. Мне, конечно, интересно бы было чисто лично гражданскому узнать. Ну, вы знаете или нет? Вопрос. Я хочу сказать... 7-8-8-7-0. Кто разбирается в делах? Алло, здравствуйте, дослушаю вас. Это радиостанция? Да. Вы знаете Елену Васильеву из Министерства обороны? Да, только ее зовут Евгения Николаевна, та, которая возглавляла департамент с имуществом Минобороны. И она же по указу была одно время замом министра. Подождите, подождите. Почему она стала Евгением Николаевной? Ну, вообще-то, вот та, которая была в департаменте имущества, ее Евгения Николаевна всегда звали. Можете сейчас не шевелиться какое-то короткое время, сейчас. Секунду, 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 секунду. Смотрите, значит, смотрите. Следователи, пришедшие с обысками к бывшей главе департамента имущественных отношений ведомства, обнаружили у нее дома самого министра обороны. Первый гражданский министр обороны РФ встретил следователя СКР на пороге квартиры Елены Васильевой, и пишет Live News. Это ошибка, да? Нет ли здесь хараспита? Ну, это точно ошибка, но про отношения ее с... Как она, хороша ли она с собой? Хороша ли она с собой? Ну, все на вкус в последнее время. Еще раз, Елена Савельевича сможет. Евгения, как вы говорите? Евгения Николаевна. Евгения Николаевна Васильева. Запроси, пожалуйста, не Елену, а Евгения Николаевну. Спасибо вам огромное. На вкус, на вкус, на вкус, на вкус. Может быть, шаром какой-то. Может быть, она умела делать пельмешки. Может, она сделала такие пельмешки? Да. Может, она делала... Может быть, она... Бог весть, что женщины... А может, они уже собирались расстаться. Может быть, они собирались расстаться. Может быть, у них... Может, у женщины на лице написано не все. Такие тайны открывают женщины потом при интимной связи. А другая, например, умеет обжаривать лук со шкварками. И класть его, и так далее. Ну, так ты этого не знаешь. Интимная жизнь с женщиной, безусловно, приводит тебя к познаниям, которые не вдруг обнаружишь на лице. Понимаешь? Конечно. А какая-то... А какая-то делает по трошкам. А какая-то делает по трошкам. А, ну как? Ну как? А? Нашла ты ее или нет? Нет. Я время тянула. Кто знает Евгению... Подождите. Это Василия. Евгения Николаевна Васильева. Да, Василия. Да, здравствуйте. Вы разбираетесь в ситуации в Министерстве обороны. Да, да. Евгения Николаевна Васильевна, это руководитель аппарата Министра обороны. Да. Она... Таким образом случилось дело, что когда к ней приехала следственная бригада, открыл дверь Сердюков. Ну, а что в этом такого? Как в этом? Ничего не такого. Ничего не такого, я просто спрашиваю. Почему в армии не может быть служебного романа? Ну, вот мы и спрашиваем, потому что это сразу... Таким образом Сердюков предстает перед нами хорошо, в хорошем. Он что, женат? Нет? Как-то? Вам кажется, это ничего? Нет, наоборот, хорошо. Тогда он предстает перед нами нормальным человеком. Договорились. Евгения Николаевна, все, спасибо. Дайте, Евгения Николаевна, найди мне Евгению Николаевну, пока я буду тянуть время. Ты же не ищешь ничего. Я руководитель... Я бы уже восемь нашел Евгению Николаевну. Я бы восемь любовниц нашел бы Сердюкову за то время, когда ты не можешь идти одной. Такая у нее тогда другая должна быть. Не надо, Николаевну, не пиши. Пиши Евгения Васильева. Третье место по доходу, пожалуйста. Евгения Васильева. Пиши, секунду, пишу. Фото. Фото. Я хочу в гугле посмотреть ее фото. Вот эта красотка? Вот эта красотка? А почему она... А, нет, трусы есть все-таки. Нет, это другая. А другая, да? В трусах, в трусах, в трусах. Женя Васильева. Нет. А? Размер от Жени Васильева, знаешь, какой? 502 на 607. Ну, это не важно. Женя Васильева. Еще одна. Пожалуйста. Дама из военного ведомства. Одно упоминание в СМИ. Третье место по доходам заняла еще одна дама из военного ведомства. Руководитель департамента имущественных отношений. Евгения Васильева. Шесть целых два десятка миллионов рублей, земельный участок, 170 квадратных метров. Она... Я нашел. На, 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 смотри ее фотографию. Она хорошенькая. Это не она, Сергей, я ее видела уже. Эту фотографию это не она. Это приезжая Екатерина Геннадьева. Какая разница? А это? Это хорошенькая? Сейчас. Это нормально. Ну, я... Мы же ищем вот... Татьяна Шевцова, наоборот. Все ли другие бабы лезут какие-то? Анна Кондратьева. Ольга Харченко. Сколько он окружил себя бабами? Какой-то кошмар, а? Он что, на радио работает? Он работает в Министерстве обороны. 7-8-8-107-0. Как не стыдно. Так. Так. Больше нет, да? Мы не можем найти, ребят. Мы не можем найти. Нет, Николай. 7-8-8-107-0. 7-8-8-107-0. Так, тогда подытожим эту тему монологом, ярким монологом Юрия, который играет на гармошке. Да, Юрий, здравствуйте. Позвоните полковнику Баранцу. Это его любимая тема. Все разложит по полочкам. Баранец с днем у нас в канале будет, Юрий. А вы разложите по полочкам, Юрий, теперь вы, давайте. Юрий, играющий на гармошке, прошу вас. Я его заместитель, к сожалению. Короче, он очень ругал этих баб, что все заполнено бабами в Минобороне. Ни черта не понимают. Только мельчают, бедрами ходят. Баранец говорил, да? Да, да, да. А, то есть вы заместитель Баранца в этом смысле? Ага. Спасибо большое, Юрий. Юрий, играющий на гармошке, положил конец этой истории. Все. Что ты еще хочешь? Ну, а вам не интересно, что мы про доходы про ее нашли? Найди про доходы. Ну, я сказала, у нее два... Тебе можешь спокойно зачитать? Почему ты нервничала раньше? Я тебя не мог понять. Давай, теперь спокойно зачитай. Сколько у нее? Третье место по доходам заняла... В Министерстве обороны или вообще? В Министерстве обороны, да. Потому что руководители обороны впервые читали все доходы в 10-м году. И третье место получила вот Евгения Васильева. Она получила 6,2 миллиона рублей. У нее есть... Тут папик написано. У ней есть земельные... У ней? А где это написано? Это на палитру написано. На палитру. У ней это очень высоко стильное... Это очень высоко стильное просторечие. Московское. Да, да, да. Московское просторечие. Это земельный участок, 170 квадратных метров. 170. Жилой дом, три квартиры и... Три квартиры. Хорошие ли квартиры? Хорошие ли квартиры? Хорошие ли квартиры? Да. Три квартиры. Я потеряла. Секундочку. Нет, еще и снова. Ты где читаешь? Я на Яндекс, он агрегирует ссылки, я начинаю читать и иду дальше по ссылке, и уже дальше тяжело становится. Сейчас Васильев сейчас. Три квартиры. А, и Мерседес-Бенц С500. Мерседес-Бенц С500. Мы сейчас можем... Скажи, пожалуйста, а ферматика или не ферматика? Вот это важно. Потому что я тебе скажу, если она взяла Мерседес-Бенц С500 не ферматик, это характеризует ее отрицательно. А если ферматик, то прямо умничка. Скажи, пожалуйста, Сердюков, когда открывал дверь изнутри, из квартиры Евгения Васильевой, он был в халате на босу-ногу? Я думаю, он был, да, в полосатом. В полосатом халате на босу-ногу. Обязательно, да. И... Ну, и все, собственно. И все. И все. И очень растерянный вид, наверное. Наоборот. Но зачем он пошел на босу-ногу? Наоборот. У него был вид разбуженного не вовремя енота. Он, конечно, конечно, делал лицо енота разбуженного не вовремя. Он взял, фыркал наверняка. Но потом пришлось собраться... Не потерплю, разорю. Не потерплю. Сгною, сгною. Сгною, разорю. Не потерплю. Да, 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 да. Все, звоним на биржу. Поехали дальше. Подъем. Фондовый рынок. Прогнозы и комментарии. Фондовый рынок. Да, да, я погрузился полностью в любовные истории. Алло, здравствуйте. Лев, Лев Быстров, фондовая биржа. Здравствуйте, Лев. Лев, вы же знаете, чем охвачена сегодня Москва? Конечно. Чем? Обысками в Министерстве обороны? Да, уже ознакомился. А вы ознакомились с информацией, что когда пришли к Евгении Васильевой, то ли к Елене Васильевне, Life News, дверь изнутри, в халате на боссу ногу, открыл министр обороны Анатолий Эдуардович Сердюков? Ну, я не знаю. Это же был сюрприз. Следователи сказали, сюрприз. Это как когда вошли к Собчачке за Яшиным. Понимаете? Они знают, кто с кем спит. Вот в чем дело. Анатолий Сердюков работал заместителем заведующего секции магазина номер 3. Номер 3. Лен Мебель Торг. И там он познакомился со всеми этими дивными женщинами. Ладно, неважно. Давайте за биржи теперь. Ну, на самом деле, вчера у нас день вышел довольно-таки напряженным. 1450 пунктов по индексу ММВБ мы вечером в очередной раз ушли вниз, но буквально на 0,03% снижения на вечерние сессии. Ну и сегодня у нас рынок опять остается на утро невнятным. И довольно-таки нет серьезной поддержки со стороны товарного рынка. Нефть по-прежнему находится на низком уровне. И, соответственно, и вчера внешние рынки тоже закрылись довольно-таки неуверенно. И, в принципе, сегодня ожидается также очередная порция новостей у нас, статистических данных. Но, опять же, тоже во второй половине дня. Доллар не захотел сильно расти. Он 1,2995 сейчас. Не на чем пока. Он даже немножко откатился. Да, мы вчера ожидали внятности от него, но нет, не нашли никакой. Спасибо большое, Лев. Движемся дальше. Подъем. Подъем с Сергеем Даренко. На русской службе новостей. Единая электронная торговая площадка. Госзакупки. И Данил Олейник. Данил, здравствуйте. Чем торгуете? Здравствуйте, Данил. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Ну, рад сообщить всем слушателям РСН, что стремительный рост единой электронной торговой площадки не прошел незамеченным. Да. На этой неделе наша компания стала победителем премии компании ГОД-2012 в номинации технологии и бизнес-решения. Вот, видите. Смотрите, чтобы к вам не приехал Владимир Маркин, который любит поздравлять из Следственного комитета. Да, да, да. И вправду. И вправду, да. Вернемся к торгам. Да. Поставка оборудования с программными для Федеральной службы по надзору в сфере транспорта на 21 миллион рублей. Ага. Работы по учету объема эфирного времени затрачиваемого на освещении деятельности политических партий Мосгордумы на 10,5 миллионов рублей. Ага. Предоставление услуг сотовой связи для Министерства юстиции РФ на 10 миллионов рублей. Поставка компьютерной техники для Министерства государственного управления информационных технологий и связи Московской области на 3,5 миллиона рублей. И также лот от грузкомпании. Покупка в лизинг легкового автомобиля для телецентра Останкино на 4,3 миллиона рублей. Спасибо огромное. Это был Даниил Олейник Единая электронная торговая торжествующая площадка. Ура. Погнали дальше. Подъем. Русская служба новостей. В движении. В движении, в движении. Народ, в движении. Рассказывайте. 7,8, 80, 7,0. Расскажите нам про движение. Доверительно. Я никому не скажу. Слушайте, я пытаюсь открыть просто карту Яндекса в планшетнике. И вот почему. Потому что планшетник дает мне в отличие от компьютера такие меленькие стрелочки которые показывают где абсолютно окончательная жесть. Абсолютно окончательная жесть например я вижу на Нижегородке на Рязанке. Потом я вижу на шассе энтузиастов сейчас окончательную жесть. И я вижу вот где у нас от Кузьминок Волгоградка Люблинка. Вот здесь вот и Волгоградка и Люблинка окончательная жесть тоже. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Где видите, что видите? 7,8, 80 Где едете, что видите? 7,8, 80, 70 Алло, здравствуйте. Где едете, что видите? Добрый день. МКАД внутренняя сторона перед Волоколамкой. Фура, газель и бетоновоз первые три полосы занято. Да, спасибо. Как еще раз? МКАД внутренняя сторона перед Волоколамкой. Да, фура, газель и? Фура, газель и бетоновоз первые три полосы. Ничего себе. Спасибо, спасибо, спасибо. 7,8, 80, 70 7,8, 80, 70 в движении. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Значит, где едем, что видим? Да. Липецкая на выезде. Да. Стоит все практически от Царицынского парка. Стоит абсолютно невозможно на выезде. Центр движения нормальное, практически до Кантемировского метра. У вас одна из самых худших сейчас ситуаций, вот там на Липецкой, одна из самых худших ситуаций в Москве. Поэтому вы можете гордиться, но понимаете, вы в центре внимания, вы в фокусе боли, я бы сказал. Алло, здравствуйте, слушаю вас. О, нет, слушайте, вот что, никого не слушаем, а слушаем Свету Матвееву с выпуском про спорта, значит, я бы сказал. Сережа, пастушок, поиграй, 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 Сережа, себе время на горожон. Десять часов четыре минуты, четверг, двадцать пятый октября. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это Русская служба новостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Анастасия Аножко, ведущая программы, здрррррррррррррррррррр. Здравствуйте, Анастасия. Доброе утро, Сергей, всем. Может, это жена Сердюкова отправила Владимира Маркова и группу СКРК? За солью, да. За солью, нет ли вас соли? Да, то, что Сердюков был на месте Обыска может означать и утечку И заская его, то, что он узнав Решил прикрыть даму Говорит, полковник Да, он мог прикрывать даму, например, последние две недели Зная, что вот-вот грянут Ночевать ее Ночевал у нее две недели Покрывая и прикрывая Да? Ну я сейчас буду смотреть его семейное положение Мне вот это все не нравится А как же семейные ценности? Пусть она скажет, жена у него есть или нет Сердюкова Наталья Дурович, Википедия 62-го года, поселок городского типа Холмский Абинский район Абинский район, он родился в Абинском районе Так, секундочку Секундочку Какая жесть на Ленинградке в центре Какая жесть на Ленинградке Какая жесть, наверное, это так надо читать Ну давай, Сердюков, в конце Ну в конце читай Семья Был старшим ребенком в семье Имеет младшую сестру Галину Женат вторым браком На Юлии Викторовне Зубковой Дочери первого заместителя Председателя правительства Российской Федерации Виктора Зубкова Да, уже здесь Зубкова Юлия Викторовна В десятом году заработала в пять раз больше, чем муж Дети, сын от первого брака Дочь от второго брака И приемная дочь от первого брака Юлии Пахлепениной Слушайте, после тоннеля на Соколе После тоннеля на Соколе Авария, да ты пушечка И поэтому Ленинградочка Стоит, голубушка Стоит Ну так, ну так, ползет Стрелочки не самые ужасные у вас там Так, интересно, теперь это Свердюкова выгонят Наоборот, дадут медаль Дадут медаль Из дома? Я думаю, в двух местах дадут медаль И дома дадут медаль За что? Все женщины Я тебе сейчас скажу одну странную вещь Это же Житейская зарисовка Давайте Все женщины Проходят Значит, две стадии Первая стадия Ну, с которыми это случается Снег древнят Первая стадия Мой вообще не по этой части Моему вообще ничего не надо Ага, да Это я слышал много раз Это я слышал много раз Моему вообще ничего не надо Да он вообще раз в месяц Ему вообще ничего не надо Он Не-не, он раз в месяц Если напомнишь Так, он раз Раз в месяц Только если но Это уж совсем надо как-то напомнить Может быть, вот Сгоряча как-то вдруг Из гостей Когда явится Можете раз в месяц Ему не надо Он не по этой части Он не по этой части Абсолютно Абсолютно Вот Это первая стадия у женщины Да И вторая стадия Это называется так Он ушел И Господи, как он постарел Он ушел И Боже ты Вы бы убили Бо Он так плохо выглядит Он так постарел Вот это вторая стадия Это когда он ушел Ага Понятно, да? Да Да что, Василия А мне нашли ее фотографию Ну, хорошо Она похожа на Сердюкова Будто она его Просто двойник Перерождение Евгения Николаевна Васильева Спасибо Нашли Она абсолютно похожа на Сердюкова Абсолютно Просто Ну, ты выложите на фейсбуке у себя Где-нибудь Такие же мне Я даже не кидаешь Не кидаешь Зубкову его жену найди мне лучше Зубкову Мадам Зубкову Сейчас Слушай, я надеюсь Серьез переключим через рекламу Что ты все время не про баб, а? Разве я? Мы же серьезная программа Мы же серьезная программа Давай Давай что-то серьезное Хочешь про МВД эти расскажу? Кучу кровавых историй Дай сейчас пустим внеурочно На минуту раньше рекламу И переключимся на Существенно более важные темы Поехали Подъем Настя, абсолютно серьезные темы Давай Вот я просто в Твиттер сейчас выложил Ссылки, кстати говоря И они их подхватили Народ ретвитит активно Слушай Значит, вот тема Смотри 24 августа парень 24 августа парень поехал Да, ну сейчас просто следственные действия идут Поэтому это не Это вот дико актуально Ночью В Брянской области В Брянской области Откуда нарусово и инцидент Слушай Ночью он заметил Что какие-то люди пытаются вскрыть его машину Выскочил Завязался в драк Сразу произвели выстрел в него В человека В хозяина машины От боли я согнулся Они били меня прикладом по голове Пока я не отрубился Потом продолжали избивать ногами В больницу увезла жена Жена нашла на месте избиения Мобильник одного из преступников Выронил мобильник Поняла? Внимательно следи дальше Значит у него переломы правой височной части Проломили череп Правая височная часть Проломлена Перелом носа Огнестрельное ранение мошонки Ушиб грудной клетки Ушиб и отек головного мозга Ушиб и отек головного мозга И проломлен череп височной части Значит смотри Оказывается Один из нападавших Это подозрение Это в прессе Простите Я не прокурор Сын полковника Сын подполковника МВД Замначальника ментовки На которой территорию На которой территорию его избивали Можете писать хоть самому Путину И в МВД Это моя территория И здесь я все решаю А не ты Заявил начальник Начальник А это один сын его зама Избивал Понятно, да? Значит сейчас уже травмат Из которого стреляли ему в пах Заменили на воздушку Ну меняют постепенно Статью меняют Понятно, да? Вместо тяжкого Вместо тяжкого Средней тяжести вред здоровью Прописывают Да? Средний вред Значит преступники не арестованы Гуляют Он получил Он получил Третью группу инвалидности Не может вернуться на работу И он призывает Сейчас в Брянскую область 25 или 26 октября Жену пригласили на беседу Генерал-майору Кузьмину В Брянской области И о чем же шла беседа? Секретарь-начальник ОМВД России По Брянской области Генерал-майор Кузьмин Значит пригласили Жену на беседу С ним в Брянск 25 или 26 октября Он зовет Подъехать клуб Клуб А он пишет Это в клубе Лэндровер Лэндровер Ребята Кто из Лэндровера Вот значит Это ваш член клуба Просит Член клуба Просит Пользователь номер 682 Просит Просит ему Помочь Он сам ездит На Фрилендере 2 Фрилендер 2 И он член клуба И он член клуба Лэндровер Понятно Да Они грабили машину Они грабили машину Значит И Они его расстреляли Когда он выскочил Да И еще И еще Они пытались Его машину разломать Потому что Они думали Что он Приехавший на этом Своем Лэндровере Что он украл Магнитофон Из девятки Который принадлежит Одному из их дружков Да Они говорят Они говорят Да Да Они говорят Ты снял с девятки Магнитолу и сабвуфер И спрятал к себе В машину Ты снял Да Сабвуфер И спрятал к себе В машину А они просто хотели Взломать твой Фрилендер Чтобы найти Сабвуфер Вот и все Это произошло Все Когда еще Расскажи Это произошло 24 августа Но сейчас На беседу Вызывают жену С ним на беседу У него проломлен череп А он лежит Восстанавливать Ну Я выложил Я только что выложил В твиттере Я только что выложил В твиттере Ссылку Почитайте Почитайте Ребята Почитайте Без абзацев тяжело Так Довольно много Ты читаешь Другую ссылку Я выложил Я выложил Две ссылки Две Одна из них Вторая Если тебе интересно Вторая Пишет Несколько советов Вот Три года назад В Тюмени убили Криминального авторитета Через день В Ростове-на-Дону Тюменский ОМОН Среди бела дня На глазах соседей детей Похитил Трех ростовчан По инфе Оперативной Что это они Убили Криминального авторитета Их запихнули В газельную Это пожалуйста Я не считаю Что это пытка Скрутили руки Наручниками Тоже не обязательно пытка Одели мешки на голову Доставили в аэропорт Провели Через протестующую Службу безопасности Без досмотра Отправили в Тюмень В Ростове-на-Дону Зачем? В Тюмень В следственный отдел Зверски били Пытали К половому члену И в задний проход Совали электропровода Подключенные к розетке Пытки продолжались сутки Вот провода Разрожая Не совали в анальное отверстие? Нет? Не совали Окей Ну это О чем мы говорим Вы чудовищность Вообще себе Ну вы себе На самом деле Потом нашли Настоящих киллеров Нашли настоящих киллеров Ростовчанам сказали Извините Вышла ошибка Ребят Проваливайте Все Выставили их На Тюменскую улицу В зимой Как были они Повязаны в Ростове-на-Дону Без одежды Сказали все Валите как хотите Билеты Ну вообще все Ну радуетесь Что же вы Они были мокрые От собственной мочи От собственной мочи Значит Ну вот это все Корка замерзла Но видишь С мочой всегда лучше Потому что она же Соленая Она не так сразу замерзает И брюки Не так сразу замерзли Они мокрые были Они шли В мокрых брюках Ну вот Да Это ответ Георгию Сатарову Значит Что надо отстоять Развожжаева Значит Вот Автор этой публикации В фейсбуке Говорит Кавказ А я вижу Кавказ весь Кавказ весь Занят пытками Россия наполовину Пишет автор Да И когда вы Ступаетесь Происшествия Которые Сегодня Завтра Помогите Одноклубнику Все кто на лондроверах А кто не на лондроверах Тоже может помочь Одноклубникам А как можно ему помочь Сейчас Ребят Помочь можно Написать Позвонить Спросить Чем можно помочь Нет нет а как наказать Вот этих вот людей Которые вот это все сделали Никак Никак Вот так хочется ему помочь Они держат землю Они там держат землю Нет они не должны Там больше держать землю Сергей Они держат землю Это их земля Если мы сейчас с этим смиримся МВД везде держит землю Если мы сейчас с этим смиримся То Действительно наверное нужно Ну не знаю там Кому собирать чемоданы Кому что Чем заниматься Нельзя с этим мириться. Нужно сделать все, чтобы они там больше, конкретно эти люди, не держали землю. Вот и все. Почему мы не можем этого сделать? Значит, я тебе повторю фразу, которую излагает этот человек, вероятно, может быть, мы же не знаем точно, это фраза. Начальник милиции кричал, двоеточие. Фраза хорошая. Она более-менее описывает ситуацию в России точно. Смотри. Человек милиции кричал. Можете писать хоть самому Путину и в МВД. Это моя территория. Здесь все решаю я, а не ты. Понятно, да? Это его земля. Это он так думает. Это его земля. Это ничья земля. И он ничтожество. Это его земля, ребята. Если он допускает такие вещи, если до сих пор не осуждены виновные... Давайте докажем о ножке. 788-107-0. Докажите, пожалуйста, Настя. Настя упрямится. Настя упрямится. Она говорит, это не его земля. Докажите, пожалуйста, Настя, что начальник милицейского отдела в глухой провинции, в Брянской области, да, держит землю, да, он там реально решит любую судьбу, вершит и решает судьбы. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Докажите, пожалуйста, Насте, вот этот тезис, если вы можете. 788-107-0. 788-107-0. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Максим. Да, Максим. Пожалуйста, для Насти пример из Ближнего Подмосковья, Раменский район. Я на даче нахожусь. У моей знакомой ковороте телефон. Я нахожу преступника. Но так как это, оказывается, сын одного влиятельного человека, я стою около дачи, подъезжает УАЗик, мне наручники на руки, кидают в багажник, приводят в отделение, пристегивают к стене, 4 часа мучают, потом отпускают со справкой, со штрафом, что я в пьяном виде оскорбал человеческую достоинство. Вы в прокуратуру и в службу собственной безопасности, разумеется, сообщили? Да, я даже в следственный комитет местный обратился. И там написали, что я сам все себе устроил. А, что я оказал сопротивление. При том, что я в то время занимал должность директора фонда МВД. У меня наградные, всякие там, у меня почетные грамоты и так далее. Благодарные письма от ОМОНа. Мне помогло, раминская полиция, все. А дальше вы собираетесь как-то бороться и все еще дальше писать? Собираюсь, собираюсь. Правильно. Конечно, собираюсь. Потому что сейчас, сейчас окажется, что я сопротивлялся в милиции, хотя ничего такого нет. И на меня будет жить уголовное дело, потому что я на них накатываю дальше. А пишите эту историю, пришлите мне через сайт, и я выложу в блоге. Давайте мы вместе будем следить за ответами. Хорошо, у меня там есть фотографии. Более того, у меня есть фотографии. Настя, она точно говорила. Русновости.ру сейчас прислать, да? Русновости.ру. Там есть загадка в эфире. У меня есть фотографии с разводными руками, у меня есть запись, когда я требую представить начальника полиции, а он упирается. Да, да, да. Пишите, пишите Насте вот сейчас на русновости.ру прямо, она бросит этот блог и будет следить. Настя такая упрямая. Упрямая, она упрямая. 7887.0. Настя не верит, что начальник МВД... Я верю, я говорю, что с этой ситуацией надо бороться. Алло, здравствуйте. Начальники МВД держат землю. Убирать. Как кондотьеры, как банда. Они не могут не держать землю, они там могут реально любого человека судьбу решить. В том числе жизнь и смерть. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Константин меня зовут. Да. У меня случай был в Тамбовской области. Да. Там я дом себе, от отца остался в наследство. Да. А когда пришел оформлять, там председатель, там живут протестные армяне. Я как, подал жалобу прокуратуру туда, в Мичужинский район. Да. Они говорят, я буду писать московской прокуратуре. Они говорят, московской пусть вам указывают, а здесь мы хозяева. Они хозяева все равно. И делать. Абсолютные хозяева. Плевать хотели. Абсолютно. Нам они не указ. Точно. Сто процентов. Сто процентов. Понимаешь, да? Они смеются. Они смеются. Когда им угрожают Путина, они говорят, пусть Путин приезжает на моем месте и работает. Я лучше фразу слышал. Я слышал шикарную фразу на Ставрополье. Я это место купил и раз в год за него плачу вдобавок. То есть человек купил место, купил. Слышишь меня? Купил. И он говорит, я это место купил и вдобавок каждый год я за него плачу. А кому не нравится, пусть пишут Путину и пусть Путин приезжает и работает. А пусть он ничего не поменяет. А пусть он приезжает и работает на моем месте. А кто здесь захочет работать на границе с Чечней? Он говорит, и все. Я говорю, а из Ставрополя звонили? Он говорит, из Ставрополя не звонили, потому что я им вожу бабки как раз в год. А из Ставрополя не будут звонить. Из Ростова звонили. Он говорит, но этим пусть платят Ставропольские. Ростовским пусть платят Ставропольские, потому что они Южный округ. Ну там, Южный округ. Он говорит, а я для чего должен? Я плачу своим. Ставропольские платят Ростовским. И все, он говорит, и пошли все в жопу. Это моя земля. Моя земля. Понимаешь? Это очень просто. Настя, ты этого не понимаешь. Настя, Настя, я поздравляю тебя. Добро пожаловать домой. Реклама. Подъем. Сергеем. Даренко. Найроса. Так, слушай, смешная история. Значит, да, нам прислали, спасибо большое слушателям, нам только что прислали ссылку на Евгению Васильеву, которая, как выяснилось, только мне заслуги перечислили ее, была награждена 10 января этого года, текущего года. Евгения Васильева была награждена орденом, знак почета. Да. Значит, за что? Орден почета Васильева. Орден почета. Не за что? Не за что? Написано. За достигнутые трудовые успехи. Многолетнюю добросовестную работу и активную общественную деятельность наградить орденом почета Васильеву Евгению Николаевну, руководителю аппарата министра обороны Российской Федерации. Я так понимаю, что именно о ней идет речь, что сегодня следственная бригада врывалась к ней в дверь личного ее жилища, что-то такое после 7 утра, и дверь открыл Анатолий Эдуардович Сердюков, который, как полагают, но он, собственно, там, собственно, был в халате на босу... Он там оказался. Он там оказался в халате на босу ногу. Значит, у Евгения Николаевны Васильевой был Анатолий Эдуардович Сердюков, и она... И к ней пришла следственная бригада, а она, оказывается, очень хорошая человека. Она получила орден знак почета, да? Орден... Нет, орден почета. Орден почета. 10 января текущего года. Вот какая она умница. И многолетняя умница, я бы сказал даже. Много лет подряд все время была умница, умелица и рукодельница. Рукодельница. И общественная деятельница. Общественная деятельница тоже, да? Да, я не знал. Слушай, значит, подожди. Очень интересное, очень интересное сегодня исследование в ЦИОМ, на которое опирается коммерсант. Они рассказывают, Валерий Федоров сделал такой комплементарный такой опрос Владимиру Путину и, значит, о том, что он никакой не пенсионер, а наоборот 80% российских граждан считают, что у нас он прям вот крепкий орешек. И это правда. Это правда. Кстати говоря, противно думать про тех, кто думает, что в 60 лет... В 60 лет люди очень разные, и в 30 лет люди очень разные. И в 30 лет люди очень разные. Хотя, у Путина уже наметилось вот лицо, уже видно, каким он Кащеем станет когда-нибудь там. Когда-нибудь, когда ему будет 87. Да, да, да. Когда-нибудь, когда ему будет 87. Но я тебе объясню. По энергии, по силе, по внутренней энергии, я думаю, что он не теряет. Я думаю, наоборот, набирает. Например, там 20 лет назад и сегодня, вот я знаю, я знаю лично людей, которые видели Путина. Например, сегодняшний Путин, и там Путин времен, когда он два часа сидел в приемной Ходорковского и ждал, как его примет Ходорковский, скажем, лет 17, не всегда, 15 назад. Вот 15 лет назад Путин в приемной Ходорковского, ожидающий приема. В пальтишке, в пальтишке такой, значит, в зябком пальтишке, в зябкой позе. Ты понимаешь, вот это, да? И сейчас Путин, абсолютно король. Абсолютно король. Так она облезла ближе, так аж тоже пошла. Так нет же, нет, 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 нет. И внутренняя энергетика появилась больше, ее больше, ее больше. Но не в этом дело. Сейчас мы не об этом говорим. Сейчас мы не об этом говорим. А о том, что в конце этой статьи в Коммерсанте сказано, что личные, личные качества Путина все меньше заботят население. А я неожиданно подумал, что меня личные качества Путина вообще никогда не заботили. Я всегда относился к нему как к функции. Функции. Вот для тебя президент функция или личность? Или личность? Да, вот интересно. Я думаю, что от личности наверное много. Нет, нет, подожди. Вот для тебя лично, вот когда ты думаешь о Путине, ты думаешь, каким он парнем был, или ты думаешь о функции? Вот смотри, это очень важно. Я же женщина. Ты женщина. У меня все по-другому. Ты женщина. Ну расскажи. Ну я наверное думаю, что это у вас женщина. Скорее я пытаюсь понять, вот как личность в первую очередь. Личность. Но, встреть я его в лифте? Вот интересно. Давай на минуту проведем опрос. Вот интересно, сегодня в Коммерсанте там опрос, значит, официомовский, о том, что Путин охренительный. Такой опрос был, потому что Путин охренительный. И он доказал, что 80% и так далее. Значит, и там в конце очень интересно несколько фраз, что Путина стали скорее воспринимать как функцию, чем как личность. Я неожиданно подумал, что я всегда воспринимал его как функцию. Абсолютно всегда. И вот мне интересно ваша точка зрения. Вы воспринимаете Путина скорее как функцию. Ну, вот это некто президент. Функция президент. Ну, там, да? 916-55-81. Или все-таки как человека. То есть, вам нравится когда-то, если он, например, стал бы отжиматься, вам бы это, ну, проперло. Смотри, отжимается чувак там. Ну, то есть, это личность. 916-55-82. Президент Путин для вас скорее функция. Функция. Президент вашей страны. 916-55-81. Личность. Ну, там, сказать, например, истребитель, там, отжимания, кони, там, какие-то, ну, какие-то мимика, какая-то волевая личность. Черты личности. 916-55-82. Интересно. Я сейчас закрываю этот вопрос. Смотрите, вопрос, на который мы заняли менее минуты. 30 секунд. 30 секунд. И вот вам ответ ваш. Путин для вас президент, прежде всего, функция, функция, то есть, высший чиновник, президент Российской Федерации. Функция. И вы к нему подходите и критикуете, и наоборот, его возносите, как президента. 76,7%. 76,7%. В основном, потому что у нас мужская аудитория, я думаю. 23,3%. Нет, все-таки, прежде всего, личность. Личность, вот, волевой, неволевой, ну, травм и так далее. 23,3% личность выше функции. Все, погнали, новости. Подъем. Подъем с Сергеем Даренко. На русской службе. Новости. Обзор печати. Так, ну, и тут же у меня закрылся без предупреждения сайт с обзоров. Ну, Каша, я тогда начну с того, что я помню. я что-нибудь буду тебе помогать? Нет, давайте я расскажу про Кнышова, который сдал трагический... Кнышов! Вот это у меня вопрос к слушателям, извини. Трагический сдал. А нафиг тебе вот это... Да, расскажи. Я хотел задать вопрос слушателям. Послушайте, востребованы строители. Кнышов, это был депутат Госдумы от Единой России. Он, значит, пошел вслед за Гудковым для иллюстрации справедливости. То есть, Гудков негодяйски руководил какими-то подозрительными рынками, болгарами и всякими прочими человеческими отребьями, а значит... Простите, я так могу шутить, потому что я сам болгарин. Значит, а Кнышов, он руководил словаками, которых я отребьями не назвать не могу, потому что я не словак никакой. Ну вот, слышишь? Да. И он пошел для иллюстрации справедливости. Вот как. И ему в компенсацию, как мне представляется, мне порочнейшему, дали... Дали... Сколько денег? 7,5 миллиардов рублей. 7,5 миллиардов рублей. То есть, как только он покинул депутатское кресло, господину Кнышову из НИНа России выдан контракт на строительство дороги 19 километров... 19 километров... Ростов-Азов. Ростов-Азов 19 километров на 7,5 миллиардов рублей. Это мало или много? Это мало или много? Это мало или много? Сейчас мы спросим. 7,8,8,1,7,0. 7,8,8,1,7,0. Слушайте, человеку дали контракт на строительство 19 километров дороги на 7,5 миллиардов рублей. Он был единственным участником торгов, других 5 кандидатов не допустили. За эти деньги я бы построил перевал Сен-Го-Торт какой-нибудь с лифтами для машин. Алло, здравствуйте. Прошу вас. Алло, доброе утро. Это много или мало? Здравствуйте. Вадим. Ну, если как строитель, например, работал в гипродолжении, то, я могу сказать следующее. Ну, не так уж это и много, потому что из этих миллиардов он там ну, максимум 25 получит процентов. Ага. Это край. Если еще, конечно, таджиков наймет и кое-где упадет на подсыпки, подложки, на виброкатках. Да. А остальное, простите? Остальное придется? Остальное идет на разработку. Это все на ИТР уйдет, на разработку, на тому подобное. Это ужасная дорогая вещь. То есть, сама по себе дорога действительно дорогая история? Да, она дорогая, поэтому, и тем более сейчас надо еще три года давать по контакту, ну, понимать, гарантии там подобное. Да. Нельзя сказать, мы не сказали, мы не сказали бы, что это ему отступные данные, вот этот контракт. Ну, не знаю, сколько стоит депутатское кресло, может, оно столько и стоит. Ну, а давайте почитаем, подождите, семь с половиной, семь с половиной, это 250 миллионов долларов, 250 миллионов долларов, правильно? Значит, вы считаете, что он отобьет четвертиночку от этого? Угу. Значит, он отобьет 80 миллионов долларов? Ну, да, где-то так. 80 миллионов долларов, 80 миллионов долларов, это существенно больше, чем депутатское кресло. Он будет получать, он будет получать постепенно. Но депутатское кресло не стоит больше пятерки? Ну, не стоит. Не стоит. Не стоит. Зависит от партии, от двух до пяти. Два, три миллиона долларов стоят, я думаю, фантастическую цену дадим, пять миллионов долларов, я думаю. Значит, а если он получит приз в 80 миллионов долларов в карман, то это хорошие отступные? Ну, скорее всего, да. Это хорошие отступные. То есть, в Единой России действительно достойные люди работают. Я в каком смысле? Не просто как шалаву выгнали, а выгнали с отступными. Ну, это свидетельствует о серьезности. И каждого будут провожать именно так. Это серьезные люди, понимаешь? Это тебе не это самое. Есть еще более серьезные. Минфин выделит Сергею Собянину 30 миллиардов рублей. За что? Это же инвестие. На что надо спросить? За что? За все. Значит, затрудняются, уточни сейчас, это на дороге все, затрудняются в дорожно-транспортной сети, то есть, затрудняются ответить в министерстве, и говорят, что это на дорожно-транспортной сети. Она что конкретно? Никто ничего не знает, но 30 миллиардов выделено и будет потрачено, естественно. Ну, мы знаем. В четвертый раз, я думаю, можно сломать весь асфальт и снова сделать. СССР вооружится игрушечными калашниковыми, но это для учения и тактики, это, говорят, очень полезно. Все такое. Оксана Панова обложила Урал информационным оброком. Это обличительная сегодня статья, выходит в Известиях. Оксана Панова, которая владельца УРА.РУ, раньше только ей вменялось какое-то такое странное, непонятное мошенничество. Австрийцы говорили, они заплатили 5 миллионов долларов за 51% акции, но что-то они сказали, что это они слишком дорого заплатили. На основании этого вроде уголовное дело, но сейчас говорят, что Оксана Панова заключала договоры с компаниями на информационную поддержку, где отдельным пунктом прописывалось... Но откуда ты сегодня... Извините, пожалуйста, можно я придам сейчас Аножку? Я придам Аножку. Можно я тебе придам? Нет. Про личные всякие вот эти истории мне просили не рассказывать. Не рассказывать. Нет. Там есть подоплека еще. Есть подоплека какая-то личная. То есть у нас есть неформальная подоплека, что Атамулия Далата. Вот там какая-то с милицией была история, которая связана с японской известной певицей Атамулия Далата. Вот там какая-то история личная тоже. Личная есть, но... Ее преследуют глубоко лично. Но поводы вроде такие весомые, потому что есть вот пункт в договоре о том, что блок на негативную информацию, ну вроде как у РАРУ, а это очень сильно. Не надо заигрывать с ментами. Если заигрываешь, давай. Не надо заигрывать. Вы думаете... Да, бабоньки, я всем советую так. Не надо заигрывать. Лицо кирпичом сразу. А если ты улыбаешься, тогда давай. А если не даешь, тогда паскуда. Так. Минсельхоз согласился изымать пустующие сельхоз земли. Предложение Сергея Шойгу по ужесточению ответственности. Вот кто хороший, правда? Всегда хороший Шойгу. На Шойгу ничего плохого никто не может сказать. Да. Теперь он говорит ответственность для нерадивых землевладельцев. Кто, у кого земли не по назначению сельхоз, земли будут просто изыматься, забираться, и сейчас уже 10-40 минут. Погнали дальше. Подъем. Окончательно превратившись в светское средство массовой информации, мы попробуем позвонить сейчас вот этому человеку. Вчера наши продюсеры здесь с радио созванивались с господином, который обещал, что если ему позвоню лично я, расскажет всю правду про НТВ. И нам дико интересно, сам же он... Ну, дать еще... Не правильно набралось. Нет, нет, почему? Надо 903 обязать. 903 и вся фигня. Да? Вот, он находится сейчас за границей, и сейчас мы попробуем ему позвонить. Я даже не буду говорить, кто это, а нет, я скажу, кто это. Вчера продюсеры наши зазвонили с Николаем Басковым. Оставьте сообщение после сигнала. Я так и знал. Николай, тогда уж я вам завтра позвоню, это Доренко, сегодня четверг, а завтра будет пятница. Договорились, я попробую тоже в 10.40 где-то позвонить по Москве. Вы вчера с нашими продюсерами из РСН говорили, и говорили, что откройте нам страшную тайну про НТВ, а мы и рады, значит, вот как дураки звонить, а вы спите, я так думаю. Все, спокойной ночи, в смысле, спокойного утра, до свидания. Все, это был Николай Басков. Николай Басков вчера пообещал раскрыть какую-то страшную тайну, значит, что не он, а это они все там. А он какой-то отношений? Развлачительный фильм. Все это ужасно, вот такой вот замогильным голосом сделанный в НТВ-шном ключе. Про Баскова? Про Баскова. Отдельно, да? Что да, Басков нехороший. Что он плохой? Что Басков нехороший. Все, давай, переходим от Баскова к... А можно я скажу с ленты, вот к Полтавщинке, к злобам, ко всем? Давай. В Петербурге прорвало трубу с кипятком. Ну что? Фонтан воды разбил стекла семи квартир на Софийской улице. Ну что? Ну ничего, так просто. Ну ничего особенного. Так, слушай, значит, разбил, разбил, очень хорошо, ставят на его. Их делают из песка, сколько хочешь, можно взять кварц. Игумен, про Игумена знаете все уже, да? Игумена Тимофея признали виновником ДТП на Садовом кольце. Полиция признала Игумена Тимофея в миру Алексея Подобедова виновником... Интересно, как его жена кличет? Тимоша или... А он же черный монах. Леша. Леша. Никакой жены не может не может быть, да? Мне кажется, нет. У черного монаха. Долго, это его. А, ну ладно, сейчас не будем об этом. Значит, Тимоша или Алеша, как его зовут? Игумен, управляя спортивным АБМВ Z4 с дипломатическими номерами вот этот вот. Это он оказался, он оказался виновным административно. Лишен водительских прав на один год и восемь месяцев. Один год и восемь месяцев. И на все это время отправлен стать настоятелем храма Ильи Пророка в Абадинском переулке. За все, что он натворил, я считаю. Очень правильно, очень правильно, очень правильно, очень правильно. Значит, дальше слушай меня. Суициды, продолжая тему гомосексуализма. Академики нашли связь между суицидами, пропагандой гомосексуализма. Это сегодняшнее известие. Да, это известие. Вот, значит, принятие законов, ограничивающих пропаганду гомосексуализма, помешает школам вести со старшеклассниками необходимую информационную работу. Оказывается, что подростки, когда они выявляют свою сексуальность, выявляют свою сексуальность, вот это мне понравилась фраза, как если бы сексуальность не была все-таки воспитана, до известной степени. Ну, это такой вопрос. Да, не знаю. В детстве я был эротически влюблен в Женечку Симонову. Это кто? Это Женечка Симонова. Это была девочка с близко поставленными глазками. Никому она не нравилась, кроме меня. И еще я в детстве был влюблен в микроскопическую женщину Веру Глаголеву. Совсем в детстве. Она была уже тетей. Да, она хорошая. Она была тетей, тетей, тетей. А я был, что я был? Три года. Но только я расшифровывал свою сексуальность. Я расшифровывал свою сексуальность. Ни одну из них я не тракнул ни разу. Между прочим, с тех пор, да. Но я был влюблен искренне и очень чисто. А вы говорите воспитать. Как это можно воспитать? Совершенно не так. Невозможно. Но это, когда они начинают распознавать себя, прочитывать, прочитывать собственную сексуальность. И если, когда вокруг них существует враждебность их вновь прочитанной сексуальности, они суицидальное поведение. Начинают вешаться, бросаться. И Академия наук считает, что это плохо. Так а пропаганда-то что-то я не пила. Пропаганда запрещает вообще на эту тему разговаривать. А, надо разговаривать, а то они будут расстраиваться. Иначе они расстраиваются. Будут все разговоры. Когда они расстраиваются. Да! Больше разговоров, больше суицидов будет. Понятно уже. Ты что-то тяжелый, а? Слушай, да. Ты абсолютно, конечно. Слушай, казаки, продолжая тему. Сход на съезд. Сход на съезд. Сход на съезд. Съезд на сход. В конце ноября в Подмосковье пройдет учредительный съезд первой в стране казачьей партии РФ. КП РФ. КП РФ. Казачья партия РФ. Как стало известно коммерсанту, партия создается в поддержку Владимиру Путину. То есть, это и есть идеал. Подпорочка ему. Подпорочка. Защита интереса казачества. Параллельная тема, я думаю, вторая тема. И участие в избирательных кампаниях. Все это делается, патронирует этому всему. Александр Беглов, который полпред в Центральном федеральном округе за место Полтавчинки. Которого прочили в мэра Москвы, помните? В мэра Москвы, абсолютно верно. Значит, вопрос у меня. Зачем казакам партия? Я повторяю, вслед за коммерсантом, это первое, что приходит в голову. Зачем казакам партия? То есть, партия чего тогда? Понимаешь? Тогда должна быть партия священников в результате. Потом там партия фольклорных ансамблей. Что значит партия казаков? Это что значит? Политическая цель быть казаком. Политическая цель бороться с не казаками. Не поддерживать существующий режим, как если бы Единая Россия их не устраивала. Нельзя, нельзя. Нельзя поддерживать существующий режим как политическая цель. Политическая цель должна ставиться, политическая цель, и дальше они говорят, и она совпадает с настоящим режимом существующим. Нельзя поддерживать существующий режим просто как цель. Что значит цель? Поддерживать режим. А если режим изменится, поддерживать режим. А если режим, тогда другой еще? А, поддерживать режим. Нет, это не получится. Придется гражданскую войну улучшить. Тогда цели личные, а не политические, ребят. Если цель поддерживать конкретно физическое лицо, то это цель тогда личная, а не политическая. А зачем партия? Что можно делать без партии? Зачем казакам партия? Здравствуйте. На мой взгляд, Казакам партия нужна, ну, так же, как и для всех остальных, для отбирания личных, коммерческих и как-то социальных интересов. То есть, во внепартийной России, в России, во внеполитической, я бы сказал, феодальной России, партия есть феодальная партия. Да-да-да, феодальная партия. Феодальная партия. Барона казачьего нету, как такового. Ну, нужно как-то вот хотя бы так собраться, так интересно. Получить, например, по интересу казачьего партия, получить здание в центре Москвы, раз. Получить бюджет на, значит, танцы, песни, пляски. Легализовать собственные вооруженные силы, ну, как они хотели же, патрули устраивать там. Легализовать бюджеты и Toyota Land Cruiser 200. После чего сесть и с горечью запеть «Не для меня» дон разольется. Ну да, но заодно медалей побольше навесить. Вот это, мне кажется, казачья партия, ее главная цель, это получить баблос, получить здание в центре Москвы, получить разрешение на оружие, значит, потом получить разрешение на то, чтобы их кони ходили, задирая хвосты и гадили прямо в Москве. После чего с горечью сесть и сказать «Не для меня» придет весна «Не для меня» Ох, донора зальется, и сердце, эх, радостью забьется, что-то, Торида Ра, не для меня. Вот так надо, да? Эх, и потом пьяного тебя везет шофер, 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 домой. Тебя везет пьяного, шофер домой. И как у корейцев, так нужно, чтобы, знаете, они такие бумажки пишут с адресом. С адресом. Потому что у них там фермент не расщеплять алкоголь, они уже не могут сформулировать. В этой связи мы приветствуем партию казаков. Да, конечно, мы ждем. Конечно, конечно, мы ждем партии казаков. Но в конце ноября образуется партия казаков. У нас в студии, пожалуйста, пускай тут покупают. Правда? Нет, там есть педофильские строки, не надо. Радио не может такое подъемить. Где? Там и сердце девичья забьется, а там еще какая-то девчонка, милая девчонка, она растет не для меня. Сейчас, пока будет реклама, я тебе найду эту педофильскую песню. Договорились? Давай. Подъем. Русская служба новостей. В движении. Чего, я тебе обещал песню педофильскую казачью? Да, обещали. Педофильская. Он смотрит на маленькую девочку, казак, на маленькую, на ребенка. Да. И, ну, уже смотрит как бы и это самое. Смотри, он говорит, там дева с черными бровями, она растет не для меня. Очевидно, педофильские ее устремления, согласись? Ну... Они поют это харами, смотрят за харами, тебе на бюджетные деньги. Не для меня журчат ручьи текут. А его окна будет. О, по конном стайл. Текут алмазными струями. Там дева с черными как-то там бровями. Она растет не для меня. О, по конном стайл. Ну, нет, я не буду. Ну, вы знаете, что я скоро поеду в Корею, конечно. Брать интервью. Эй, в движении, кто где едет? 788-107-0. Алло, здравствуйте. Алло. Здрасте, здрасте. В движении, где едете, что видите? Извините, пожалуйста. Я уже в кефире, нет? Да, вы в кефире. Да, да, да. Мадам, вы в кефире. 788-107-0. 788-107-0. Алло, здравствуйте. Здрасте, Сергей. Здрасте, где едете? В общем, ну, довольно-таки плотное движение. От Ярославки до Дмитровки еще не доехали. Все это ерунда. Скажите, где самая жесткая. Сейчас в Москве, но реально. Волгоградка, Люблинка. А как там на Дмитровке? Ну, что, Дмитров, сейчас скажу. Вы в город будете по Дмитровке ехать? Да, в центр. Смотрите. Лучше Ярославки и лучше Алтушки. Лучше Ярославки и лучше Алтушки. У третьего кольца только заминочка. Маленькая заминочка, у третьего. Да. И, значит, это самое. А самый жесткая, это Люблинка и Волгоградка сейчас стоит. Просто там клещи. И все, больше ничего. Сейчас, подождите. Якиманка очень стоит. Якиманка жестко стоит. И набережная, которая называется Дербеневская. Туда ее в качели. Вот где я редко бываю. Там ДТП на Дербеневской набережной. Жесткач полный. Понятно все, Анастасия Анушко. Провела этот выпуск. Светлана Матвеева расскажет вам о спорте, а я пойду и проживу его. Этот четверг, 25 октября. Подъем.